Воскресный вечер Здравствуйте, в студии Михребан Космова. Начнем с события. 15-й саммит Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде с участием президента Азербайджана. Ильхам Алиев провел ряд встреч с лидерами Турции, Ирана, Таджикистана и Пакистана. Сделал важные заявления. Обсудим с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым. Расим Мелем, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли для нас время. Итак, председательство в Организации экономического сотрудничества переходит к Тургмейстану. Азербайджан является активным членом этой организации. Наши отношения со всеми государствами, членами ОС, находятся на хорошем уровне. Основаны они на дружбе и взаимовыважении. Мы также плодотворно сотрудничаем с государственными участниками ОС на международных платформах, в том числе в Организации исламского сотрудничества, движения неприсоединения. Об этом в начале своего выступления сказал президент Ильхам Алиев. Глава государства сделал и другие важные заявления. Хотелось бы, Расим Мелем, узнать, что привлекло ваше внимание, и, конечно же, остановиться подробнее на Зангизурском коридоре. Какую роль он сыграет для стран-участниц ОС? Ну, я бы отметил, что к тем двусторонним переговорам, встречам, которые провел президент Ильхам Алиев в Ашхабаде, он провел достаточно важную встречу и беседу с президентом Туркменистана Берли Мухамедовым. И я хотел бы отметить очень важную встречу. Там же состоялась первая встреча президента Ильхама Алиева с новизбранным президентом Ирана Раисей. Многосторонние отношения наши в рамках Организации экономического сотрудничества, конечно же, очень важны, но и вот эти двухсторонние контакты, я думаю, будут иметь большое значение в будущем. Что касается принятых в ходе саммита Организации экономического сотрудничества в документе, отражено очень важный, на мой взгляд, момент. Это то, что все участники поздравили Азербайджан с победой в войне прошлогодней, в ходе которой Азербайджан освободил от оккупации своей территории. И я думаю, что это очень важно, что в этом заявлении принял участие и Туркменистан, который обычно себя позиционирует как нейтральное государство и как бы уклоняется от подобного рода выражения позиций. Иран, который мы знаем в последний период, очень какие-то такие волнообразные были позиции в Иране, то они поддерживали Азербайджан, то велись какие-то совершенно неприемлемые для наших двухсторонних отношения, основанные на истории, на культуре, на близости религиозной позиции, которая тиражировалась из Ирана. Какие-то военные учения угрожающего характера проводилось. Но в данном случае Иран присоединился к коллективной позиции, в которой выражена недвусмысленная поддержка Азербайджан. Ну и, конечно же, такой момент, что три участника организации коллективного договора безопасности, в котором присутствует и Россия, и Армения, присоединились к этому документу, в котором поздравляет Азербайджан с победой. Я думаю, что это очень важный момент. Можно сказать, что Армения лишилась своей последней надежды, да? Да, но, в общем, я думаю, что на них и давно уже не рассчитывал, но, тем не менее, вот такая однозначная поддержка, конечно же, дорого стоит. Ну, я бы отметил и такой момент, что в этом принятом главном государстве документе говорится, нет ни слова о Карабахском конфликте, Карабахский конфликт урегулирован, но прямо говорится и о Зангизурском коридоре, и его значение для того, чтобы... Он имеет значение не только для Азербайджана и Турции, но он имеет значение и для государств Центральной Азии, и для Ирана, и для Пакистана, с целью выхода их продукции на турецкий и далее на европейский рынок. И это тоже поддержка там выражена. Ну, помимо, я еще раз повторю, очень важное имело значение первая встреча господина президента Ихам Алиева с президентом Ирана России. И в ходе, кстати, вот этой встречи, и встречи с президентом Туркменистана, вот достигнута практическая договоренность. Туркменистан будет поставлять газ в Иран, и так называемая своповая поставка, и взамен в таком же объеме Иран будет отправлять газ в Азербайджан. То есть Азербайджан покупает туркменский газ, но он будет обеспечивать те районы Ирана, где есть дефицит в газе. А уже по существующему трубопроводу, который еще в советское время был построен из Ирана в Азербайджан, будет поставляться примерно от полутора до двух миллиардов кубометров газа. Это позволит использовать уже существующую инфраструктуру, и это делает использование ее выгодной. И во-вторых, конечно же, это позволит развивать наши, углублять экономические отношения Азербайджана и с Ираном, и с Туркменистаном. Так что есть и практический итог этого саммита для развития экономических отношений. Расим Малим, спасибо большое. Вы как раз коснулись самого важного. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Спасибо. Я напомню, итоги саммита ОС в Туркменистане нам комментировал депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Несомненно, все внимание на этой неделе было приковано к трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи по инициативе Владимира Путина. Переговоры длились около трех часов. Их итогом стало совместное заявление. Стороны договорились по ряду ключевых вопросов. Демаркация и делимитация границ, проблемы гуманитарного характера и разблокирование транспортных коридоров. Говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, это касается и автомобильного сообщения. Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этим вопросом уже в течение достаточно долгого времени. И на следующей неделе, это очередная наша договоренность, они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали. Азербайджан всегда последовательно выступал за соблюдение всех гуманитарных норм, будь то во время ведения боевых действий, будь то после. Должен сказать, что после окончания военных действий более ста задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне. Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией. Россия для Азербайджана – это друг, стратегический партнер. Даже я бы сказал, что больше, чем стратегический партнер. И уровень доверительных отношений между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным вопросам. По многим вопросам мы уточнили позиции, и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось бы, до этой встречи. Договоренность достигнута. В трехстороннее заявление вошло все то, о чем говорили весь год после окончания войны в Карабахе. Но Армения их реализации препятствовала. Да, сначала говорили, что Еревану нужно время, народ должен осознать и принять новую реальность. Потом выборы, и снова армянам дали возможность решить политические вопросы. Ну и после ничего не изменилось. Напротив, напряженность на государственной границе, теракт в городе Шуша. Теперь, казалось бы, Никол Пашинян обещал, что все сделаем, как договорились. Подробнее мы обсудим с гостем нашего эфира, российским журналистом Саадат Кадыровой. Саадат Ханум, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Итак, Азербайджан итоги встречи в Сочи оценивает положительно. В подписанном документе нет фразы на горно-карабахский конфликт. В нем также не упоминается минская группа ОБСЕ. О чем это говорит? Ну, я тоже оцениваю эту встречу положительно. Помимо тех пунктов, которые вы обозначили, также там не упоминается ни о каких якобы военнопленных, не упоминается о том, что Азербайджан якобы претендует на суверенную территорию Армении. Это все те пункты, которые являются для армян неким таким красным полотном, и они им размахивают бесконечно для того, чтобы привлечь какие-то новые силы и решить свои задачи. Ну, это с точки зрения того, что не было. И была очень позитивная динамика, а именно прозвучала фраза разблокировка транспортных коридоров, и я думаю, что это как раз то, на чем стоило бы сконцентрироваться и сказать, что, в принципе, мне кажется, что все идет в поступательном направлении. Садат, как раз вы коснулись транспортных коридоров, да, в речи президента России Владимира Путина тоже прозвучало. Это прямое указание на Зангизурский коридор. Мы не раз задавались вопросом, почему Армения через нашу территорию может пользоваться Лачинским коридором, а мы не имеем права Зангизурским коридором пользоваться для прямой связи с Нахчеваном. Вот как такое возможно? Ну, вы понимаете, как такое возможно, Армения всю свою историю действует деконструктивно, в первую очередь по отношению к себе. Мне кажется, что даже вот эта встреча, которая состоялась в Сочи, она состоялась не случайно, потому что вы же знаете, что на 15 декабря назначена встреча, которая пройдет в Брюсселе. И мне кажется, вот этой встречей были обнулены, если так можно сказать, полная обнуляция произошла всех желаний Армении усидеть на двух стульях. По сути, ну, как бы это продемонстрировало еще раз для России предательскую суть Армении, которая бесконечно пытается так или иначе перетасовать, скажем так, колоду и не выполнять те договоренности, которые были достигнуты с помощью России. И, конечно, мне кажется, что речь шла о Зенгизурском коридоре, это не прозвучало в открытую, но вы же понимаете, что на такого рода, на такого уровня встречах в лоб и в открытую не делают заявления. Поэтому мне кажется, что это все так красиво упаковали. Мы же знаем, что было объявлено, что будут еще дополнительные какие-то дополнительные информации, и будут дополнительные детали. Я думаю, что как раз вот это все будет нам сказано потихоньку и порционно. Саадат Ханум, кстати, вот к теме, которую вы коснулись, мы чуть позже вернемся. А пока итоги встречи нам чуть ранее комментировал из России ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Он говорил нам о причинах, по которым Армения затягивала процесс делимитации и демарракации границ. Давайте послушаем. Территория по восточной границе Армении действительно очень долго использовалась после Первой Карабахской войны местным населением, и не только местным населением. Сейчас проведение границы, это неизбежно создает много таких острых ситуаций на местах. Кто-то пользовался землей на территории другого государства. Понятно, что обстоятельства эти последние десятилетия складывались таким образом, что пользовались жители Армении землями, которые находятся на территории Азербайджана. Это болезненная вещь для любого правительства, и правительство Армении здесь не исключение. Но с этим все равно нужно что-то делать, потому что невозможно жить без границ. И мне кажется, что в обществе Армении есть понимание того, что эту работу нужно провести. Хотя, да, есть оппозиция, есть критики Пашиняна, к которому всякая лык ставится в сроку, и это тоже. Встречу в Сочи международные эксперты также называют дипломатической победой Азербайджана. Еще одной дипломатической победой Азербайджана. Я напомню, что на этой неделе исполнился год со дня возвращения к Альбаджарскому району Азербайджану. Вы что об этом думаете? Можно ли так считать? Да, конечно, безусловно. Это очередная победа, и дипломатическая в том числе. Я бы, знаете, как человек, который очень любит разбирать детали, обратила бы внимание на то, как встретились лидеры, а именно non-verbal communication, или не нужно быть большим физиогномистом, чтобы видеть лица и прочитать по ним все, что было там написано. Могу сказать, что, знаете, есть такое выражение «дьявол кроется в мелочах», а еще есть выражение «бог кроется в мелочах». Вот по встрече Ильха Малиева и Владимира Путина я бы как раз вторую часть применила «бог кроется в мелочах», потому что когда два лидера пошли друг к другу на встречи, первая встреча была очень теплая, это было очень даже заметно, были такие дружеские мужские объятия, и было понятно, что им комфортно вместе. Конечно, между лидером Азербайджана и российским президентом существует полное взаимопонимание, и мне кажется, эта встреча в очередной раз продемонстрировала то, что нужно было сверить часы, нужно было застолбить еще какие-то, возможно, пункты, по которым были уже ранее достигнуты договоренности. Поэтому, безусловно, это дипломатическая очередная победа, а для Армении это очередной шаг в прописи. Саадат Ханум, ваше мнение разделяет и американский эксперт в области международных отношений Питер Тейс. Послушаем его. Азербайджан проводит прагматичную дипломатическую кампанию, и таким образом вопросы, ожидающие своего решения, такие как Зангирзуцкий коридор, а также вопросы разминирования, предоставления Армении карты минных полей продвигаются вперед. Россия играет большую роль в том, чтобы помочь Азербайджану определить границы с Арменией, решить вопросы делимитации и демаркации. Азербайджан также проявляет высокий уровень лидерства для достижения высокого уровня экономического развития на освобожденных территориях. Садат Ханум, Никол Пашинян отказался от встречи 9 ноября. Как известно, он сказал, что это тяжелая для Армении дата. Как вы думаете, это действительно такое оправдание, или, возможно, он всего-навсего хотел выиграть время для того, чтобы вовлечь в этот процесс Запад, Брюссель? Как известно, на встречу в Брюсселе 15 декабря планируют встретиться так же. И то, и другое. И то, и другое, потому что, понимаете, как боязно. Я вот даже хотела добавить, когда говорил российский эксперт о том, что много болезненных вопросов, связанных с тем, что на этих территориях уже привыкли жить армяне, и поэтому якобы вот этот процесс затягивается. Вы знаете, а мне кажется, что Никол Пашинян понимает, какая будет реакция в самой Армении, и пытается таким образом как бы оттянуть время. И, еще раз повторюсь, порционно выдавать информацию для того, чтобы не было эффекта такого взрыва бомбы. Потому что я думаю, что он прекрасно понимает, чем ему это все грозит. Так что, мне кажется, здесь и то, и другое. Вот говоря об антироссийской политике Армении, на этой неделе как раз наверняка вы тоже в курсе. Российский журналист комсомольской правды Стешин, у него был небольшой спор с Аленом Симоняном. Для наших зрителей мы сначала напомним, предлагаю вспомнить, о чем шла речь, и потом я задам вам вопрос. Ален Симонян. Вы сдали Карабах по сути? Вы считаете, что мы сдали? Я считаю, что это было сделано для того, чтобы Армения изменила геополитический век. С российского на иной. Ну вот, вот такое же понимание, вот такие же мысли есть у армянского общества, что Россия сдала Карабах. Мы сражались, весь наш народ сражался до последнего. И если бы кто-то собирался что-то сдавать, было несколько разных вариантов это сделать, включая план Лаврова. У нас была проблема с тем, как воевать, с теми байрактарами, которых не может сбить ни одна техника, которая у нас существовала. Вот исходя из того, что говорил Ален Симонян, обвинения в адрес России звучат от официальных лиц Республики Армения. Станет ли это еще одним сигналом для Москвы? Как думаете? Я думаю, что в тех кругах, скажем, политического эстеблишмента, которые принимают решения и имеют такие полномочия, уже давным-давно все понятно и сделаны определенные выводы. На самом деле, в России очень неоднородная политическая элита, и в ней есть разные круги, в том числе те, которые так или иначе пытаются перетянуть Россию на сторону Армении. Они для этого привлекают огромные ресурсы. Мы об этом в вашей передаче не раз говорили. Поэтому мне кажется, что то, что происходит в Армении, антироссийские настроения, которые давным-давно уже звучат, это все давно услышано в Кремле. И то, что Армения дышит наладом и до сих пор пытается апеллировать то к тем, то к иным, для того, чтобы их защищали, у меня возникает только один вопрос. Почему кто-то должен вас защищать? Вы, суверенная страна, как вы утверждаете, возьмите и защитите себя сами. То Россия им должна, то Запад им должен. Мне откровенно уже просто претит это все, слышите. Я на самом деле считаю, что России давным-давно нужно уже более жесткую политику вести в отношении Армении. и объяснить им, что вообще союзники, как они себя называют, так не ведут. Саадат Ханум, послушаем мнение российского эксперта Николая Силаева, с чем он связывает антироссийские высказывания некоторых армянских политиков. Считается некоторых заявлений официальных лиц Армении. мы в России привыкли делать поправку на то, что многие из этих людей в недавнем прошлом были не государственными служащими, не официальными лицами высокого ранга, а политическими активистами. К сожалению, в тональности их публичных выступлений вот это наследие политического активизма иногда себя проявляет. Саадат Ханум, мой последний вопрос, он будет касаться разминирования. Обсуждалась тема гуманитарных контактов. Как известно, что Армения нам предоставляла карты минных полей по трем районам, но их точность составляла всего 25%. После сочинской встречи каковы ваши ожидания? Вы знаете, у меня вообще в отношении Армении очень мало иллюзий, если честно, быть откровенной. Хотелось бы, конечно, чтобы они как-то здраво начали себя вести, как взрослые люди, садясь за стол переговоров, ставя подписи, имели ответственность за все то, что они говорят. Но у меня, если честно, в этом смысле очень мало иллюзий. Другое дело, что Азербайджан, как такая очень мощная уже региональная держава, проявившая себя, я думаю, что несколько таких ситуаций, когда были обмены, это был жест доброй воли, коим Азербайджан хотел просто продемонстрировать и Армении, и России, и всем остальным заинтересованным сторонам, в том, что вот мы готовы идти на сближение, на то, чтобы урегулировать этот конфликт в регионе, полностью закрыть все вопросы. Но, как мы увидели, Армения в своем духе, в своем стиле поступает, и, честно говоря, мало верится, что они будут передавать реальные карты минных полей. Но мне кажется, что Азербайджан очень ведет мудрую, правильную и филигранно выверенную политику, и мне кажется, что все-таки в Азербайджане достаточно интеллекта, есть люди, которые найдут решение и этой проблеме тоже. Я думаю, что Азербайджан все-таки добьется того, чего хочет, как это и было. Спасибо большое. Я абсолютно так уверена. Спасибо вам. Спасибо, Саадат Ханум. Я напомню, итоги трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи комментировал российский журналист Саадат Кадырова. И вот, переговоры позади, впереди их реализация, и в нашей стране ждут тишины и спокойствия в регионе. И что провокации на границе больше не будет. Война позади. Почему и дальше должны гибнуть люди? Азербайджан желает мира. А какая атмосфера в преддверии сочинской встречи царила в Армении? Там тоже настроены наладить отношения с соседями или? Послушаем, о чем говорили в политкругах Армении на этой неделе. У меня есть одна уверенность. Если, конечно, мы должны закончить наш разговор, было бы хорошо. Потому что я уверен в этом, что мы будем жить миром с азербайджанцами. Это наше будущее. Я просто хочу, чтобы это будущее быстрее. Слава Богу, мои внуки отсюда давно убежали. Ничего хорошего тут невозможно найти. Правительство не может справиться с ситуацией. Прошлых руководителей страны волновали исключительно собственные карманы. Они привыкли воровать из государственной казны. Бедному населению ничего не достается. Да, Никол Пашинян пытается что-то изменить, но ему мешает оппозиция. Если они отстанут от него, возможно, ситуация наладится. Я согласна, чтобы открылись дороги. Делимитация границ просто необходима. От этого зависит ситуация в самой Армении. Таким образом, больше не будет никаких войн. А это самое главное. Мне хочется одного, чтобы все вопросы были решены путем переговоров. Нам нужен только мир. Нужно избежать возможных эскалаций. Армения нуждается в мире. А сейчас я хочу подробнее остановиться на одном интервью. Беседе известного армянского блогера Романа Багдасаряна с политологом Рубеном Меграбяном. Оба проживают в Ереване, а потому хорошо знают, что происходит внутри их республики. Внимание, это видео привлекло ярыми антироссийскими высказываниями. А ведь многим, да что-то многим, практически всем Армения обязана России, своему стратегическому союзнику. Но политолог Меграбян так не считает. Он уверен, инициативы Москвы в отношении Еревана ведут к похоронам армянского государства. Отвечая на вопрос блогера, армянский эксперт в качестве примера настоящих союзнических братских связей привел Азербайджан и Турцию. Я хочу напомнить слова Эрдогана о том, что Азербайджан это наши братья, с которыми мы будем рядом и на поле боя, и за столом переговоров. И Эрдоган сказал, и Эрдоган сделал. Наш так называемый союзник по договору, по документу он одно, а на деле не то, что другое, а просто противоположное. наш так называемый союзник не только нам не помогает в решении разных проблем, но и создает нам эти проблемы, и во-вторых, ограничивает наши возможности в том, чтобы мы решали наши вопросы с другими субъектами международных отношений. Твое состояние это то, что ты сделал сам, самим собой. Такую цитату привел в ответ мне грабяну блогер Багдасарян. Осознавая всю зависимость от России, он попытался переложить ответственность на армянский народ и диаспору. Последний роман Багдасарян напомнил, что она разграбила погибающих армянских солдат во время 44-дневной войны в Карабахе. И напоследок оба собеседника подчеркнули, что нынешняя власть в Армении попросту расхлебывает то, что натворили предыдущие руководители. Вот вы что думаете о людях, которые не хотят вспомнить, как много мы уничтожили настоящих, смелых, богатых армян и почему-то видят хвост коровы, в данном власть, которая последние 3-4 года можно сказать, да, раскребает тот завал проблем, который у нас остался с 88-го года. Каково ваше мнение, пожалуйста? Рома, здесь есть большая проблема. Проблема этического характера. Если ты не живешь в Армении, если ты в ней не налогоплацельщик, не военно обязанным, то какая тебе разница хорошая власть, плохая власть, как фамилия премьер-министр, правильно ли делает премьер-министр или начальник ЖЭКа где-то, или неправильно. Ну вот какое твое дело? Хочешь быть полезным? Будь! Можешь быть полезным? Опять-таки будь! Не можешь, ну, я не хочу говорить грубые вещи, но позволь нам самим решать, кто хороший, кто плохой, кто в чем прав и кто в чем неправ. Тем более мы все знаем, что здесь святых нет нигде. И в армянской власти нынешней тоже святых нет. Да, во многом они неправы, во многом они правы. Это все в таком вот диком миксе. Многое нужно исправлять, многое нужно просто выбрасывать вон и начать сначала. Ну вот можете помочь? Пожалуйста, будем благодарны. нет, ну извините, мы сами можем и решить, что есть хорошо и что есть плохо. И оставьте нас в покое. Будем нуждаться в вашем совете, специально адресно спросим у вас. Ну вот и все. вот что я хотел бы сказать на это еще. А то сидеть там с московского дивана и сидеть с московского дивана нас учить, как правильно родину любить, ну извините, я опять-таки воздержусь от грубых оценок подобного поведения. Ребята, вы что думаете, что сидя, как сказал господин Мегарабян, на московских диванах и хая премьер-министра Армении, вы что хотите сказать, что вы усиливаете дух армянского солдата, который 24 часа стоит на постах, вы когда жрете шашлыки и пьете коньяки у себя в России, в Молдавии, в Украине, вы что забываете, что на постах у нас парни стоят? Вместо того, чтобы поддержать дух этих парней, вы как это услышали и азербайджанцы, и грузины, и армяне? Может быть, честно скажете, что вы боитесь, что вы трусы? И что вместо того, чтобы признаться в своей трусости, вы решили бросать камни правительство Армении? Да, об армянской диаспоре говорить можно многое. Это уже личные, так сказать, их разборки. Но почему в Армении отказываются понять, что с соседями, со странами региона нужно дружить? Там ополчились даже против Ирана, который, казалось бы, не так давно оказывал Еревану помощь через территорию Азербайджана. Речь об иранских фурах, доставлявших одно время армянам горюче-смазочные материалы. Иран вот два дня тому назад сделал заявление, что начинается новая эра отношений с Азербайджаном. А теперь те армяне, которые верили армянским экспертам, которые вам мозги пудрят, что якобы с Ираном надо дружить, неужели вы не понимаете, что это манипуляция для того, чтобы вас настроить против Пашняна. А теперь вы напишите этому эксперту или экспертам, а Иран говорит, что у нас начинается новая эра отношений. Что вы об этом скажете? Это раз. Во-вторых, я обращаюсь к армянам России и диаспоры. Запомните раз и навсегда, что Иран и Азербайджан всегда дружили и всегда будут дружить. Это две страны, где живут мусульмане, они люди одной религии. И если какой-либо армянин или армянка думают, что Иран сейчас разругается со всем миром и будет брататься с Арменией, вы сильно заблуждаетесь. Иран это восточное государство, которое всегда будет пытаться со всеми найти язык и делать свою выгоду. А почему вы думаете, что это плохо? Это мы, армяне, все время говорим, этого мы ненавидим, того мы ненавидим, здесь мы это не сделаем. Ненавидят армяне даже представителей своей же национальности, если они из Азербайджана. Об этом мы не раз слышали от самих, к примеру, бакинских армян. К нам обратился бывший житель Баку Дмитрий Масиян. Он прожил здесь 17 лет, но любовь к азербайджанской столице навсегда осталась в его сердце. Дмитрий, здравствуйте. Как вам жилось в нашей стране? Да прекрасно жилось. Помню только хорошее. Как бы все хорошее только помню. Ничего плохого не помню, я даже ничего плохого сказать не могу. До сих пор хочу в Баку. Да прекрасный интернациональный город, что я могу сказать. Соседи мне жили душа в душу. Да вообще все прекрасно было, если вы насчет национального вопроса, никогда не возникал этот вопрос. Все было прекрасно. Вообще никогда не было вопрос национальности русской, армянин, азербайджанец. Как бы все было хорошо, все было ровно. Никогда бы не было вопросов, даже никто не интересовался. Просто общались и все. Что стало причиной переезда? Я уехал, потому что я поступал в Семперополь высшей военной училище военное. Просто я уже когда поступил, я хотел вернуться в покой, даже маме написал, я говорю, мам, я хочу у нас в отпуск, я хочу приехать на школу, на встречу выпускников. И мама сказала, как бы, Дима, уже как бы, мы уезжаем, уже некуда ехать. Это был 91-й год, поэтому все, я уже не вернулся, я хотел очень на встречу выпускников приехать, у меня даже в голове не было того, что может быть что-то. Ну, вот, с этого момента как бы я не был в Баку уже. В 89-м году я поступил в училище военное, и с 89-го года я в Баку уже не был. Многие бакинские армяне после Азербайджана сразу поехали в Армению, ну, и затем оттуда уже в Россию и в другие страны. А почему вы сразу не отправились туда? Я не буду бравировать, не буду хвастаться, не буду... Я жил в Баку, я родился в Баку, я армянин по национальности, но меня никогда не тянуло в Армению, это не мое. А почему все так говорят, что это не мое? Вы не первый армянин из Баку, который так говорит? Если брать меня, то если вы поняли, я вообще поступил в Симферополь как бы военное училище. В Симферополе как бы уже я остался служить в России, потом уже в Трайл переехал с России. А родители сразу переехали в Россию из Баку. Мысли о том, что переехать в Армению не было никогда, опять же, я, это не громкие слова, я еще будучи живя в Баку. Когда началась эта суматоха, я еще до сих пор помню, как нас называли на армянском шортуватце, это перевертыши, и как нас приносили в жертву, это тоже до сих пор помню, и я, наверное, этого никогда не забуду. Я живу очень в Израиле с 95-го года, и я говорю то, что я слышал. Правда это неправда, я не знаю, как бы земля полнится слухами. Но, как бы, опять же, опять же, если положа руку на сердце говорить, никаких, хотя бы моей семье не было каких-то предложений, давайте приедем на Вереван, да, откуда-то оттуда, а давайте здесь будет спокойнее, давайте вы приехали в Реван, здесь будет в Армению, здесь будет спокойно, здесь хорошо. Как бы мои родители переехали в Россию, ну, и там уже остановились. Как бы, смотрите, опять же, сколько лет уже прошло, мне уже, вот, как через месяц 50 лет, выехал из Баку 17 лет. Ну, что сказать, сердце мое до сих пор Баку, это моя родина. С Арменией меня ничего и никто не связывает. Дмитрий, что вы думаете о бывшем конфликте? Как вам известно, война закончилась год назад, Азербайджан вернул свои земли. Моя жена азербайджанка, если вам это сильно интересно, она поизву с ума прекрасной азербайджанка. Я родился в Баку. Я с рождения знаю, что все это территория Азербайджана. Я не могу ничего другого сказать, не то, что я политизированный, а политизированный. Ну, я родился так, я родился с этим, что все это было территорией Азербайджана. Но как я могу думать по-другому? А что думаете о постконфликтной ситуации? Смогут ли армяне азербайджанцы снова мирно сосуществовать? Я все равно верю в мирное существование, потому что все равно мы когда-то жили мирно. Опять же, я говорю о Баку. Мы все равно когда-то жили мирно, мы дружили, никаких вопросов не было друг к другу. Потому что я думаю это будет немножко сложнее сейчас, но все равно это когда-то будет. Я очень надеюсь на это. Спасибо большое. До свидания. Я напомню своими воспоминаниями об азербайджанской столице с нами поделился ее бывший житель Дмитрий Массиян. О толерантности азербайджанского народа говорят практически во всем мире. Каждый, кто хоть раз побывал в нашей стране, отмечает гостеприимность азербайджанцев, подчеркивает его традиции мультикультурализма и даже изучает их у себя. К примеру, в вузах Украины преподают одноименный предмет. В этом государстве к Азербайджану отношения особые, и оно взаимно. Сегодня у нас в гостях Марина Гончарук, это представитель Бакинского центра мультикультурализма в Украине. Марина, здравствуй, рада видеть тебя в Баку. Здравствуй, Мехрибан, спасибо за приглашение. Расскажи, по какой программе ты приехала на этот раз, что нового узнали для себя, ты приехала не одна, расскажи нам подробнее. Да, я приехала в Баку по приглашению университета Ада вместе со студентами, которые являются победителями всеукраинского конкурса ЭСЭ, который был посвящен украинско-азербайджанским ипломатическим отношениям. И в этом конкурсе получили приглашение в Азербайджан. Мы приехали для участия в тренинге, одном из многочисленных тренингов университета Ада, который посвящен отношениям Евросоюза и Азербайджана. В рамках этого тренинга участники смогли ознакомиться с обширной информацией про все сторонние отношения Евросоюза с Азербайджаном. Также услышали много интересной информации как иностранных спикеров, так и от спикеров из Азербайджана. Но самое важное с моей точки зрения, что украинские студенты победили этого конкурса. Это Роман Попов из Национального технического университета Киевского политехнического университета, а также Дарья Пономаренко из Киевского национального университета культуры и искусств. Они смогли приехать в ту страну, которую они очень любят, потому что у нас очень много украинских студентов, которые очень активно принимают участие в украинско-азбранских проектах. Они занимают такую очень важную и активную позицию в принципиальных вопросах, к примеру, исторических реалий. Они были очень активны во время Второй Карабахской войны. Украинская молодежь проводила разные флешмобы в поддержку Азербайджана. Я рада, что и Роман, и Дарья были среди этих студентов. И они смогли приехать в ту страну, которую они очень любят. Много лет посетили популяризацию этой страны в Украине. И безусловно они в восторге, они влюбились. Они и так любили Азербайджан, а теперь влюбились в Баку. Они безусловно впечатлены тем, азербайджанцы гостеприимные, душевные. А как у них появилась эта любовь к Азербайджану? Наверное, она передалась через мои проекты, потому что я привлекаю все время молодежь к проектам, к конкурсам. И знаете, молодежь она очень инициативная, активная. они часто выступают волонтерами в украинско-азербайджанских проектах. И я очень рада, что эта любовь искренняя, потому что я вижу в их проектах очень много креатива, очень много от них новых предложений, проектов. Более того, я вдохновляюсь в некоторых проектах инициативностью наших студентов. Они очень любят Азербайджан, эта любовь очень искренняя. Я вижу, что многие из них, кто-то журналист, кто-то специалист-международник, но они для себя выбрали профиль Азербайджан и я рада, что у нас возрастают такие специалисты профильные по украинско-азербайджанским отношениям. Я очень благодарна университету Ада и проектору господину Фаризу Исмаилу за то, что они создают столько много возможностей для украинских студентов, потому что этот университет не только провел всеукраинский конкурс эссе, они регулярно проводят разные лекции для украинских студентов. Это очень важно, когда украинские студенты могут услышать спикеров из Азербайджана. Также украинские ученые имеют возможность тоже выступать на этих площадках. Я считаю, что это очень важно непосредственная коммуникация, обмен мнениями, своими идеями и в этих каких-то проектах рождаются новые идеи для следующей деятельности. Насчет студентов понятно, любовь передалась через твою любовь к Азербайджану. Марина, расскажи, а как сама ты полюбила Азербайджан, когда первый раз посетила нашу страну? Как вот появилась эта любовь? Ой, честно говоря, наверное, это сложный вопрос, потому что мне сложно сказать, когда, потому что, мне кажется, в моей жизни иногда были какие-то знаки, потому что, когда я исполняю свое детство, то у меня самая любимая книга была Юзифа Фазера Чемензимен Ли «Девоча Джералу» это девичный источник, девичный родник, наверное, в нурском языке. Я помню, когда я была маленькой, и я все равно носилась этой книгой в школу, рассказывала, что моя самая любимая книга. Какие-то вот азербайджанские сюжеты в моей жизни, они были, но любовь, наверное, появилась тогда, когда меня пригласили работать в Крисменте Эгриборд АС в Украине, и я начала больше познавать для себя Азербайджан, азербайджанский народ, и я увидела столько душевности и любви к Украине, что я поняла, что это очень замечательная страна, очень замечательный народ, и я вижу очень важную миссию развития отношений между нашими странами, потому что они приносят благо для наших народов. Про конкурс СССР расскажи подробнее и про предмет азербайджанский мультикультурализм, да, он преподается в Украине. Да, если говорить про конкурс про украинско-азербайджанские демократические отношения, он был в прошлом году, и у нас приняло до тысячи студентов с разных уголков Украины, это были очень важные работы, потому что студенты вспомнили и про период отношений между Азербайджанской демократической республикой и Украинской народной республикой, протестные отношения, и в последующие периоды между нашими странами, между нашими народами. Хочу сказать, что время конкурса проводились многочисленные встречи по территории Украины, а также были онлайн-конференции с участием Фариза и СМЛЗД, которые много рассказывали украинских студентов про Азербайджан, про систему демократических отношений Азербайджана, также про украинско-азербайджанские демократические отношения. Кроме этого, были разные конференции, когда и украинские преподаватели, которые заинтересованы в популяризации Азербайджана, это и специалисты историки, международники, они тоже имели возможность обмениваться мнениями и больше, скажем так, получить информацию для работы со студентами. И у нас было достаточно много студентов, которые получили награды, грамоты, поощрения, а двое студентов получили приглашение в Баку, и я думаю, что это был очень-очень важный проект, потому что он вдохновил для последующего познания демократических отношений между нашими странами, потому что потом многие из них выбрали эту тему для своих курсовых работ и так далее. Если говорить про предмет азербайджанский мультикультурализм, то он преподается на кафедре дирекологии Киевского национального университета Минитораса Шевченко. Там, кстати говоря, есть профильное изучение азербайджанского языка, также у нас есть профильное изучение азербайджанского языка в Киевском национальном лингвистическом университете, так, к слову, у нас готовят профильных специалистов на госуровне специалистов по азербайджанскому языку. Также у нас есть, часто проводятся встречи в университетах Украины, лекции про азербайджанский мультикультурализм. Я очень рада, что украинские студенты, они понимают, что азербайджанский мультикультурализм, это, возможно, для кого-то новое словосочетание, но это то, что лейтмотивом идет через историю азербайджанского народа, культуру азербайджанского народа, традиции, это гармония в взаимоотношениях между представителями разных стран, разных народов и культур, которые проживают в Азербайджане. И, безусловно, что концепция азербайджанского мультикультурализма и презентация ее в мире и для студентов, в том числе и украинских, это еще такой, еще один вот такой мосток, который вылюбляет все больше людей в Азербайджан. Последний мой вопрос, в принципе, я знаю даже на него ответ, как украинский народ относится к азербайджанскому, но, конечно, всегда хочется еще раз услышать приятное. Вы знаете, ну, мы все понимаем, что украинский народ очень любит азербайджанский народ, мы всегда считали азербайджанцев своими братьями и во время Второй Карабахской войны азербайджанский народ видел поддержку украинцев однозначную и на государственном уровне. Да, Украина одна из первых снова поддержала территориальную целостность Азербайджана. Да, и это было не только на государственном уровне, но и на уровне инициативы украинской общественности. Мы понимали, что время Второй Карабахской восстанавливает справедливость, закон и, наконец, вернулся долгожданный мир и стабильность в этот регион и мы видим, как быстрыми темпами отстраивается сейчас Карабах. В Карабах были организованы поездки украинских ведущих журналистов, блогеров и все они, когда приезжали в Украину, делились мнениями о том, что, безусловно, их впечатляет то, как Азербайджан масштабно подошел к восстановлению деоккупированных территорий. Поэтому, безусловно, украинцы всегда были и будут братьями для азербайджанцев. Спасибо большое. Это взаимно. В Азербайджане очень любят украинский народ. Спасибо. Будем рады видеть тебя еще раз в Баку. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Я напомню, о популяризации азербайджанского мультикультурализма в Украине нам рассказала Марина Гончарук, представитель Бакинского центра мультикультурализма в этой стране. Это были самые значимые события недели. Мы увидимся, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале СБС. До встречи.